Здравствуйте! Вы смотрите новости при Меусе. Сегодня мы подводим итоги уходящей недели. С вами Руслан Трофимов и сегодня в нашей программе. Жители Матвея Кургана, проживающие на берегу Меуса, подняли давнюю проблему. Стоп нечистот из больничной канализации в реку. На встрече активистов Российского союза сельской молодежи со старшеклассниками шла речь об основных видах государственной поддержки. Чтобы не попасть в число несчастных, лежащих дома с высокой температурой и головной борью, нужно применять определенные меры профилактики. И теперь более подробно. К нам на телефон горячей линии обратился житель улицы Светлой Матвея Кургана Владимир Луценко. Его волнует попадание канализационных нечистот из больницы в реку Мевус. С ними и другими жителями этого микрорайона встретилась наша съемочная группа. Говорили, что тут наладят, наладят. А никто не наладит. Вон вода бегит ручьем. И засоряет эта грязь вся, чепуха в Меусе. А люди потом болеют. Почему у вас эта тема? Потому что жалко внуков, правнуков, как и все. А живем же возле Меуса. А вот эта гадость идет в Уряжену, Неклиновку, Лиман, на море купается. Каждая зараза пристает к людям. А как рыбу продают они? Рыбу продают с Лимана. Рыба тоже больная. Открытое все. Сейчас дитя придет в больницу, у матери оторвет. Она здесь у тоже. Потому что яма глубокая. Кинуться никто ничего. Хотя бы накрыли или как-то сделали. Защитили детей вот этого. Я живу вот здесь, возле Меуса. Вот этот ветер, вы слышите запах? А вот я живу рядом с больницей. Неужели они не успевают, видать, не хватает или техники? Потому что, да, машины день и ночь возят, выкачивают. Ну не хватает, видать, или техники не хватает. Краны не вожие в больнице. Что у них, да. Почему? Потому что и ночью машины возят. Это отходят, идут в воду в эту гадость. Ну а так же ж нельзя, это же течет все. Ладно, мы взрослые еще можем. А дети приходят, вот приезжают к бабушкам, дедушкам. Купаются, они же глотают эту воду. А потом, это же гадость. Больница, есть больница. Конечно, это все гадости, вот эти в воду идут. Дети купаются. Плохо, как это, глотают воду, а она, сука, гадость, болеют. И так же, вообще, экология. Надо, конечно, ого, прямо сшипить. Тут и карбиты, и что-то они льют, наверное. Ну я тебе воник вот такая. Это же они тут вырывают. А вы тоже тут живете? Да, я недалеко, ну что дальше, тут уже для меуса живу. А что, раньше рыбу ловили, да? Ну ловили, конечно, рыбу было в море раньше. А сейчас пойди с удочкой посидеть. Ну она уходит вся от этой вонии, она уходит отсюда. Рыба, она не стоит. Это годами она продолжается. Никто за этим и не смотрел, наверное, и не смеет. Это же больница, дравница для людей. А тут вообще ни подойти, ни пройти нельзя. Пройти и утопнешь, когда мы этой глубже. Вообще, я не знаю, когда это прекратить. А куда сейчас все бежит? Меуша. Меуша, вон она, вон, посмотрите, вон она течет. Вон она течет. И вот там, с другой стороны. Мы надеемся получить компетентные комментарии о том, какие меры принимаются по ликвидации этой проблемы. И к другим новостям. О том, с какими результатами заканчивается сельскохозяйственный год аграрий Матвея Курганского района, рассказывает заместитель главы администрации района по сельскому хозяйству Александр Навак. Мы получили предварительные цифры. И, скажу честно, с душой, они нас радуют. Производство куаловой продукции сельскохозяйства в этом году мы прибавили почти 30% по сравнению с прошлым годом. Вот в натуральных показателях эта цифра составляет у нас 1 миллиард 178 миллионов рублей. Но, еще раз говорю, это на 29,5% больше, чем в прошлом году. Зерна произвели больше, мяса больше, подсолнечника больше, молока больше. И вот, куда ни возьму, скажем так, пока у нас все цифры с плюсом, это нас, конечно, радует. В сегодняшний день мы практически, еще не завершили, но заканчиваем мы уборку поздних культур подсолнечника и кукурузы. Значит, кукуруза у нас убрана практически вся, значит, в процентном отношении на сегодняшний день у нас 90% убрана. Но у нас осталась только кукуруза не убранная у АО имени Калинина. И по одной простой причине, что она была на расширении, немножко она, ну еще сыроватая. Сейчас они уже приступили, и по мере мощности своих сушильных, сушилки, они ее убирают. Ну и уберут, тут вопросов нет. Средняя урожайность по кукурузе у нас 34 центра пока месяц. Как будет дальше, я думаю, немножко она вырастет, в связи с тем, что на расширении кукурузы стоит хорошая. По подсолнечнику, ну на сегодняшний день 98% убрана площадей, практически я считаю, что это завершена уборка. Значит, валовый сбор 43,5 тысячи тонн, тоже с плюсом в пространении с прошлым годом. Средняя урожайность у нас получилась 22,5 гектара. Ну она, в принципе, по годам у нас предела постоянно есть. Заканчиваем мы севозимых культур под урожай 2017 года. С этими результатами мы проходим к концу сельскохозяйства на 2016 года. Праздник работников сельского хозяйства Матвея-Курганском районе традиционно проходит после окончания полевых работ. В этом году состоится 11 ноября в 11 часов. И к другим новостям. 26 октября в Матвея-Кургане побывала информационно-консультационная бригада Российского союза сельской молодежи. Встреча проходила в рамках Всероссийского молодежного проекта по сохранению культурно-исторического наследия села и повышению информированности населения о возможностях самореализации на селе. Активисты Российского союза сельской молодежи рассказали об основных видах государственной поддержки. Первое направление – это важное направление растеневодства. Оказывается, государственная поддержка на приобретение семян, техники, саженцев, уход за виноградом и плодовыми деревьями. В частности, миллиарда земель. Хочу отметить, что здесь денежные средства выделяются на 1 гектар поселной площади. Следующее направление немаловажное – животноводство. Оказывается, государственная поддержка на приобретение животных, птицы и их содержания, на приобретение оборудования для животноводства, на производство животноводческой продукции и так далее. Участникам мероприятия, среди которых были в основном старшеклассники, также дали информацию о направлениях подготовки в Новочеркасском инженерно-миллиардативном институте. Несмотря на то, что наш вуз является сельскохозяйственным вузом, и учредителем его является Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. Для поступления к нам на данное направление обучения на факультет необходимо сдавать русский, математика. Это обязательные дисциплины. Ну и по выбору необходимо сдавать физику. Видеоролики и презентации разнообразили программу мероприятий и дополнили ее интересной наглядной информацией. Подведены итоги зонального этапа областного конкурса отрядов ЮИД на лучшую профилактическую акцию под девизом «Вместе за безопасность на донских дорогах». 10 отрядов юных инспекторов движения из шести муниципальных образований Ростовской области 26 октября собрались в Матвеево-Курганском районе, чтобы представить жюри и сверстникам проведенные ими профилактические акции. Конкурс был посвящен 85-летию Службы безопасности дорожного движения. Все презентации юных инспекторов движения получились содержательными и интересными. В них школьники умело подчеркнули значимость своей пропагандистской работы, представили новые идеи профилактических мероприятий и продемонстрировали творческий подход к их реализации. Рассказали о работе, поделились о делах, а сейчас исполним песню «Наши юрочки отряд». По итогам зонального этапа конкурса места распределились следующим образом. Третье место поделили 36-я школа города Таганрога, Лысогорская школа Куйбышевского района и Политодельская школа Матвеево-Курганского района. На втором месте – Комбайновская школа Матвеево-Курганского района, школа номер 8 Мясниковского района и Беглицкая школа Неглиновского района. Первое место завоевали школа номер 9 Мясниковского района, Куйбышевская школа и Таганрогская 32-я школа. Команды, занявшие первые места, примут участие в областном конкурсе. Осень в разгаре. А это значит, что очередная эпидемия гриппа не за горами. И вопрос профилактики этого заболевания стоит как никогда актуально. О том, что нужно делать, чтобы не заболеть гриппом, рассказывает врач-инфекционист Екатерина Трофименко. Грипп – это острая инфекционная болезнь с аэрозольным механизмом передачи, характеризующаяся кратковременной лихорадкой, синдромом интоксикации и поражением воздухоносных путей. Большой частотой осложнений, и самая грозная из них – это пневмония. Источником инфекции является больной человек. Человек высоковосприимчив к инфекции. Самые главные меры профилактики из неспецифических – это ношение маски четырехслойной. Желательно не ходить в местах массовых скоплений. Там, где очень много людей. Проветривание помещений, влажная уборка помещений. И неспецифическая профилактика является основой вируса гриппа. Для специфической профилактики применяются вакцины. Вакцинацию проводят в осенний период. Наша вакцинальная кампания началась с сентября и до сих пор еще продолжается. В 2016 году ожидается подъем заболеваемости уже в декабре месяце. Поэтому желательно всем вакцинироваться. Все очень боятся этой вакцины. Но чтобы был стойкий иммунитет, выработался, нужно вакцинироваться в течение четырех лет желательно. Потому что каждый Новый год вакцинируется новым штаммом предыдущего года. И только если ежегодно вакцинироваться, мы достигнем стойкоиммунной прослойки. И тем самым сможем победить вирус. Вакцины у нас имеются для детского, для взрослого населения. Можно произвести вакцинацию в 17-м кабинете взрослой поликлиники и в детской консультации для детей с полгода. Мы проводим вакцинацию с 8 часов до 15.00. За прошлый, за 2015 год провакцинировано 30% населения. В этом году уже 40% провакцинировано детского населения. Сравнивая прошлый год и с этим годом, вакцинация позволила снизить процент заболеваемости на 15 случаев и наличие осложнений, избежать грозных осложнений. Также в 2016 год, за период гриппа, когда была у нас большая вспышка, зарегистрировано официально подтвержденных 6 случаев вируса гриппа. Из них один летальный. Из их анамнеза ни один из больных не был привит против гриппа. И также они имели сопутствующие заболевания. Сердечно-сосудистую патологию, сахарный диабет и беременные. Это особый контингент, который, если планируется беременность или имеются маленькие дети, то обязательно нужно вакцинироваться. Это пока вся информация. Эти и другие новости сможете найти на нашем сайте минус.инфо. Я с вами прощаюсь, желаю вам хороших выходных.